всем привет снова на канале любопытный мишка с нами матюха ты как там и что мы продолжаем свои путешествия по кыргызстану и поселок бастыри сегодня у нас тоже небольшая такая прогулочка в районе можно сказать вон домики собственно которых мы живем здесь спасутся лошадки и горы и это уже самый конец быстрее собственно мы выдвигаемся в поселок баланса готов да булан все готов посмотрим вот такой здесь тоже близлежащий пяти километрах от быстрее дорога это основная она выходит совершенно вплотную к озеру вот и есть есть такая грунтовка клэп подумаем туда забрать посмотреть на это сосака немножко и он открывается такой вид получается вот там вот мыс это один из пляжей наших любимых а вот в целом мы хотим вот это вот пригорок на но туда вот пройти посмотреть на село сверху там прогуляться посмотреть что там вообще за обстановка отель и что-то вот и думали потом вообще пойти ну может реально по пляжу прогуляться насквозь да классно вода конечно щели прозрачная супер-пупер ну вот это вот место где мы стоим и составляет туда найти во первых понятно что это бугор с дорогой и она даже отмечена на карте смотровая какая тут интересная композиция девушка и баран по пути еще вот такой камушек нашли это здесь получается барнабай и минмурату это выдающийся общественный деятель карвейского народа получается 19 века и тут так странно написано будет ли тут установлен или здесь будет установлен наверно здесь будет установлен до памятник ну а еще вон сколько всего строится а там уже он на холме построены довольно миленько такое единенное место приятное очень близко от пляжа и горы вообще классно вот это заброшены ну да но дает как будто уже заросло вообще чтобы сначала построили типовые ступеньки а здание еще не достроена вкусные деле неплохо но имени нравится конструкция в плане как сказать ну внешнее а место и так вот они вне строятся прикиньки и окна панорамные но если супер панорамного ну наверное вот в общем одним к дальше пойдем обычно план превыше всего да но вы видели такой симпатичную дорогу какое-то мини ущелье и как-то она так манит надо посмотреть там хотя бы немножко тополя желтый а это вообще смотри летнее дерево ух ты как интересно да вообще очень круто я бы сказал здесь еще же русло реки вот и вот здесь видишь действительно русло вот здесь это может конец этого ручьяка он здесь уходит под землю и что интересно лёд она его дорога упирается хозяйство вот тут все здесь фазен достроит нет крыши новая и в рамах то что нету стекол там эти пленка да и нет это стойки тоже новая на танцу конца оцинковка прикольно крутое место интересно сюда как реально по по весне здесь ездить по этой дорожке когда видимо здесь все так разливается но в целом да крутяк вообще такое место уединенные ты как будто бы где-то в глуши а на самом деле где-то очень даже близко от всего он какой-то большой оказывается хозяйства и с этого приборка здесь даже озеро видно такой небольшой холм забрали смотрите что в округе и еще с высоты заметили странные конструкции вот видите такие раз и два за петонированные площадки и обнесены такими сетками но интересно зачем так микро загончики только с бетонным полом я подумал что может быть не знаю там овец забивает ну и вообще скот чтобы не на земле чистенько типа аккуратненько не знаю вот мы вышли из этого ущелья и здесь поджидает нас орел продолжаем дальше до до поля это отдельная история вообще крутяк всякую всячину по дороге мы встречали но козу в тандыре и на вертеле еще нет почему-то народ нарисованная овечка может типа один фиг а да он форель 900 метров интерес но в плане форель половить то выращивать наверно ну что до тополя до села булан все году вот в английском варианте с агута киргизском читается как все год что просила но на самом деле ленты очень мало про само село до 2000-х годов называлась комсомол на перепис населения на 2009 год было население 1200 человек ну чуть больше непонятно по карте село выглядит очень маленьким здесь довольно таки много гостевых домов гостиниц пансионатов о них я расскажу позже а вообще самой села также заточена на курорт вот на курортный отдых на здравительный отдых и так далее как на всем побережье понятно ладно пойдем посмотрим что в селе кроме нарядное метить что за family place по поводу села очень мало точнее практически нет я решил помониторить а вот одна из гостиниц family place семейный номер вы рассчитаны на 5 человек стоит 85 долларов в сутки и туда входит завтра неплохо и номер хорошие чистенький уютный по моему даже с балкона ну так нормально ли на пятерых на пятерых а и при том в чем у них прикол что например я забивал это ну на двоих я обычно смотрю цены смотрю у них рассчитан на пятерых забиваю пятерых и цена такая же то есть это зимой да вот час декабре вот что ты поедешь получается вдвоем что в пятером а цена одна и та же 85 долларов то есть вот там в авроре там ценами на везде цены менять зависимости от количества людей а тут чисто за номер что он пятиместный прикольно вот такой здесь ядочок торговый ну и много объявлений сдаю 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 новой магазинчик детский сад крутая ракета конечно не так ощущение что мы в этот дворик детского сада свое время ходили после купания малине пяташки вообще ничего не изменилось реально так но забрались куда было возможно здесь все в заборах все холмы но здесь хозяйство еще на склонах что у нас тут такого видно в общем мне кажется особо внешний облик не особо поменялся кроме прибрежной зоны где еще чего-то дополнительно понастроили сад питомник я думаю так упаковали саженцы какие-то но это ну я не знаю ну просто посадили и упаковали на зиму ясненько так и у нас пансионат аврора вон там вот сейчас в пансионате аврора в общем на цены такие эконом номер двухместный стоит 36 долларов по моему завтрак не входит не помню а какой-то уже более такой крутящий 54 доллара надо ждать экономом чистый хороший как две кровати и в этот же пансионат аврора там уже свободный пропуск суток сказать на территорию ну был по крайней мере уже не знаю как сейчас мы туда гоняли из семеновки на автобусе покупаться иногда ну как бы не очень часто но вот периодически там очень крутой пляж это пруд пруд с выдрой там выдра я желаю надеюсь живет потомство и прикинь сейчас нужно придем попадем а там еще и выдра будет это все будет просто топ вот так ну а сейчас мы прошли такую часть села можно сказать да и также очень много вывесок сдается комната сдается квартира сдается 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 на самом деле вот сейчас вне сезона чисто по букингу если судить то сдается не так много всего из частного сектора сдавалась квартира в частном доме видимо, комната. И цены такие нехилые. Вот именно на частный сектор это 28-30 долларов за ночь. О, прилично. Да, вообще прилично. Учитывая, что в самих пансионатах, которые работают и в отелях, ну, цены вообще приемлемы. Мы еще будем один проходить отель. Там получается вот этот, который Азур Спорт Резорт. Но мы мимо пройдем еще, я покажу. Там 74 доллара за двоих. А, и полный пенсион. О, ничего себе. Да. Халява. Вот, но это вот сейчас вот так. И очень классный кстати, вот этот получается family отель. Нет, спорт, резорт. Там, где огромные бассейны закрытые. Ну, то есть там куча развлекала, там бильярд, еще что-то есть. А, ну, то есть даже зимой ты можешь так. Да, и все прямо на побережье. Классно. Ну, с полным пенсионом вообще круто получается. Но если сейчас на доллары пересчитать, это 7400 в рублях. Ну, чуть-чуть, наверное, меньше умеет ждать. Ну, 7000. Ну, да. Если с едой, такого не будет здорово. И комната тоже хорошая. Все маленькое. А мы тут. Куда побежали? Шкура в икеа на двадцатку стоит. Который уже нет. Прям такой поселок. Прям такой поселок. Ну, так и было странно, что, значит, это чистое население, всякая-то брехня. Потому что столько пятиэтажек, ну, не может быть, тут 1200 человек. Фигня какая-то. Бреша, статистика. Ну, да. И вряд ли в 2009 году тут было меньше. В коронах в среднем. Слушай, я думаю, очень много людей, кто здесь, ну, как сказать, официально просто не зарегистрирован. У тебя осталась здесь квартира или дом, или еще что-то. Ты в итоге можешь быть зарегистрирован где угодно. Ну, а по факту проживать здесь. А, то есть, получается, ты должен все только половину, но все равно не забросить. Почему? Ну, вот, например, да? А мы же, как сказать, здесь не постоянно проживаем, но проживаем. Вот, уже плюс два человека. Ну, тут очень много пятиэтажек. Они прям большие такие, как бы. А это вообще гигантский дом. Это даже не пятиэтажка. Это сколько? Шестиэтажка? Пятиэтажка. А, просто так смотрится интересно. Просто более свеженьких. Вон, кофе-си. О, кому, кстати, квартирку нужно? Если с российского номера, то нужно ноль убрать и плюс 900... 996 вроде бы. Вот. Вместо нуля, код страны. Ну, и разумеется, повсеместный коровий колорит. Буря, ну, отвалят собаки. Давай. Иди, иди. Иди, иди. Все, она с нами пошла. Пойдем. Ладно уж. Прогуляемся. Ты тоже пойдешь? О, ей тоже стало интересно. Смотри. Какие любопытные. А вон там лошадки пасутся. Там какой-то, вон, как дом скультуры вдалеке. У меня сейчас видят. В лошадке две у кого-то странные лошади. Интересные лошади. Вот здесь, именно в этом поселке, здесь очень круто, что елки эти, сосны есть. Да. Заметил, в бастарях сосен нет. А вот здесь вот сосны, они очень крутые. И на территории как раз Авроры там много было сосен. И вообще там очень крутой парк был. Вообще потрясающий. И летом там такой запах стоит. Просто такой. Ой, что, ты позже на переход? Иногда у этих домиков можно встретить такие интересные пристроечки. Ну, это, в общем, такой самоделый интересный. У него фактически есть зеленая зона, ее можно отгородить, а что-нибудь наляпать. Это, кстати, еще маленький. У нас в доме там вообще бомба. Там, реально, там-то... А может, там даже паркуется. А до этого думал, просто... Да, у нее там парковка сделана, какая-то мангальная зона, какая-то беседка. Там что-то вообще такое фантастическое. Ну, круто. Как бы, ну, у меня на самом деле не жалко. Это, во-первых, не портит ни внешнего вида, это не напрягает. Ну, если ты можешь такое сделать, пожалуйста. Зайская шишечка собирать. Потом костер пожить. Думаю, надо же, как застроили. А потом думаю, 30 лет прошло, да? Странно, что еще не достроили. Вот. Ну, как будто забросили. Да, как будто бы начали. Ну, не знаю, не, я думаю, достроили. Просто масштабную. А, челпаната и каракол. Доставка пиццы. Ладно, пойдем шишки собирать. Реально ходит собирать шишки. Матилья, заяц ку-ку, да? Заяц с добычей. Невероятно, но факт. Да, наверное, красным даже жить жалко будет. Да. Пойдем в выходные. Он будет любоваться. Вот, заканчивается село Булан в Сагату. Там вон еще какие-то прям такие роскошные отели стоят. Далее будет село Крумду. Да, Крумду вроде так. Мы его обязательно еще тоже отснимем, но не в этот раз, потому что время уже третий час. Нам нужно идти в обратный ход. Хотим пройти вдоль пляжа. Надеюсь, у нас это получится. Сейчас попытаемся пройти через пансионат Аврора. Интересно посмотреть, что там. Там должен быть красивый парк. Вот. В общем, идем в обратный ход. А так село очень милое. Реально, мне понравилось. И прогулка, и чистая, кстати. Классненько прогулялись. Интересно, спустят? Да, я тоже не говорю. Какие-то шишки. И тут шишки. Еще и еловые. Да, они еще и сильнее пахнут. Надо было большой рюкзак брать. Прикольно. Белка из мусорки вылезла. Вообще прикольная. Белочка, ты где? А, вон, поскакала. Что там хоть было? Ничего нет. Ядная белка. Ой, тут какие штуки. Теперь гоняют. Вообще мы сюда... А, вот, супер, правильно. Прут туда. Мы сюда приходили немного по-другому. Проезжали дальше. И там потом через парк шли. Да. Через главный вход, собственно, мы никогда и не ходили. Все верно. Как классно, да? Да. Слушай, думаю, может сделать такого маленького круголя или ладно, сразу пойдем до пруда, а потом разберемся. Просто вековые деревья. Похоже на оленя. Да? Ну, я-то что-то так подумал. Такая как будто голова оленя. Так, попутно всякие контакты. Это, получается, тоже с корпуса сделает? Да. Они вообще похожи на музей Пушкина. Да? Они раньше были или заново построили? Сноровечка это строить крутые. Честно, не скажу. Потому что как будто... Ну, видишь, такие окна. Ну, да. Ну, вот это вообще крутик, да? Граф Александр. Ну, смотрится классно, да? А там вообще такие окна. Там еще больше. Красивее. Не, ну, реально симпатично, кстати. Очень круто, да. И рядом с парком с таким. Очень миленько. На самом деле, вот так вот отдельно выбравшись из поселка какая-то, ну, параллельный такой мир, да? Странные занавески разные. Может, как живые дома? Вряд ли для персонала. Я думаю, как в разные года закупили. Ну, блин, в отелях не делают, разные занавески. Там яблочек есть, полосочки. А, может, какие-нибудь лечебные, типа, комнаты здесь? Ладно, это уже додумки. Додумки. О, смотри, какой дом. С террасами. А, это прям видно, что дом отдыхает. Да, и выходишь такой, где балкон, сосны. Прям питерский, да? Да, да, кстати, похоже на Пушкин. На эту хотя бы на Пушкин. Он реально очень круто. Да. А он еще белочка. Вообще-то как ушел. Да. Их там несколько. Вы видели, вот он тоже где-то пусто. Такая пушистая. Вон она какая. Живнега. Он тут оздоровился, по-моему, по плану. Да вообще. Вообще они. Смотри, Матильда, в шоке. Классные. Вон. Раз, два, два. Вообще так сидит классно, мило. Угу. А здесь уже аллея тополей. Прикольная табличка. Гипермаркет плюсик. Видимо, в этом здании сезон работает какой-то гипермаркет. Ну да. Получается, в той стороне парк. Был или есть. Как-то немного подзаросло. Здесь вот домики поделали. Понятно. Не, ну более-менее неузнаваемо. Я хочу пруд. И выдру. О, а тут уже березки, елочки. Цветы не рвать. Тысяча сом. Блин, если набрать букет за тысячу сом, в принципе, недорого. Такое огромное здание. Так это всесоюзного масштаба пансионат. Ты что? Мне кажется, сюда путевку было. Нужно очень сильно заслужить было, получить. По идее, там должен быть пруд. Да вообще тут круто. Мне кажется, здесь пруд. Мне кажется, я его даже вижу. Только мне кажется, это не тот пруд. Или мне казалось, что он был меньше. Мне казалось, он был меньше. Хотя странно. По идее, мне в детстве должно казаться, что что-то больше. В чем вообще прикол с прудом? Значит, ну вот, мы жили в Семеновке и иногда ездили сюда купаться. И отдельная совершенно приколюха. Ну, кроме того, что здесь песчаный пляж и вообще, как бы, очень здорово и великолепно. Здесь был пруд. Вот, возможно, это он. Хотя, ну какой здесь еще другой пруд? Вот, и весь прикол был в том, что здесь водились выдры. А рыбки? Рыбки? Рыбки, не знаю. Мы ехали смотреть именно... Это была идея такая, что приехать сначала с утра, обязательно зайти на пруд, посмотреть на выдр. Потом мы шли купаться там, туда-сюда. Ну, приезжали-то очень рано, ну, наверное, не знаю, там, часов в девять там. Вот. И они еще плавали, потому что было прохладно. А потом, в надежде увидеть еще раз выдр, мы думаем, пойдем еще заглянем на пруд, вдруг там еще выдры. И чаще всего приходили повторно, и их уже не было, потому что было достаточно жарко. То есть мы где-то в девять приходили, наверное, ну, где-то в районе двенадцати уходили. Хочет шашлыки или если такой? Это? Да. Ты мне так спрашиваешь? А как вы там должны знать, ну, да. Чебуреки и там вот вот. Чебуреки, шашлыки. Да. Классно. Хм. Ну, мне реально казалось, он меньше. Может, еще какой-то есть? Там типа как-то не план такой, или что-то. Да, видишь, как-то такая скатушка. Да, 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 катушка. Ну, а что-то в дерево же не въедешь, нет, фигня какая-то. Вряд ли. Матюх, тебе как? Весело? Пап, ты обещал, и выдр. Матюх, иди ко мне. Иди сюда. Пирожок. Слушай, на скамеечку. Иди сюда. Иди, пирожок. Даже динозаврик есть. Ой, смотри, может, убирай динозавр. Индеец? Да. Ну да, они же примерно в одно время существовали. Что-то древнее и непонятное. Классно, да? Очень крутая территория, если честно. Кто-то сказал бы, отдай чем-то советским. Ну, я бы сказал, отдай чем-то крутым. Просто, а прикинь, вот бетон, вот этот, который, да, дорожки, он же изначальный. И тарам! Пляж. Пляж здесь, конечно, шикарный. Ну, не сказать, что он сильно там лучше, чем в тех же бустырях, потому что бустырях тоже очень крутой пляж. Ну, да. Классно. Да? Да. Кисточек. В сочетании, конечно, с таким парком, это вообще... Ну да, сочетание парка и пляжа это вообще вообще... Очень круто. А в плане пляжа, у меня кустырях, я тоже. Нет, в смысле... Не застроен, да, это понятно. Я в плане того, что у песка... Песок, ну, точно такой же хороший. Да? Да. Готаряк тоже очень крутой песок. Тут как будто бы даже более тусовочное место, да? Да. Хотя мы не были на вот этом центральном, там где колесо обозрения. Да. в стороне тоже. Да. Мы же хотели на такие, на безлюдные пляжи. В целом, у нас странно, здесь почему-то ничего не работает. Но давайте посмотрим, что вообще возможно. Ну, это летние цены, что ли? Ну, я так понял. Ну, летние, да. Нормальные. Кстати, нормальные цены. Нормальные. В Казахстану все в порядке, кроме цен. Ну, именно вот в таких. Да, да, да. Вот именно там фастфуды в Казахстане цены просто адовые. Нормальные цены? Ну, еще на берегу? Да. В санаторий? Блин, там они в фастфуд. Пойди с моткой. Пойдем в лодку, Матильда, поплыли. Кстати, смешная история, связанная вот примерно с такой же лодкой. И, кстати, именно с этим пляжем, Заяц. Это... А ты упал с кем-то? Да. Это, в общем, мы здесь в очередной раз отдыхали и купались. И мы, значит, пусили на берегу. Ну, а у нас правила. Ну, во-первых, здесь глубокая вода. Здесь не совсем детский пляж. То есть, здесь заходишь, ну, сколько? Ну, мне тогда было, не знаю, сколько там, семь-восемь лет. Вот. И что? Далеко не заплывать, купаться недолго. Ну, в общем, определенные правила поведения на воде. Ну, ладно. Мы, короче, в очередной раз там просто дрызгались где-то на мелководье в песочке. И пацаны такие, типа, о! Ходите с нами на лодке прокатиться? Ну, пацаны такие, постарше лет, не знаю, может, там, двенадцать-пятнадцать. Вот. Такие, конечно, хотим. Вот. А у меня, получается, мне, наверное, лет семь, брату лет девять. Вот. И такие, давайте погнали. Все-все, значит, уплыли на лодке куда-то. Не знаю, куда. А красиво, классно. Я ни разу до этого не плавал по Иссыкуле на лодке, особенно на весельной. Вот. И, наверное, в принципе, его единственный раз. Красивая вода, просто потрясающая. А, и у меня еще брат, он нырял в лодке, вот, потому что он был старше, ну, как бы, а я нет. Ну, потому что я что-то, не помню, хотя нет, плавать очень хорошо умел. Вот. Ну, просто, не знаю почему. Вот. И мы такие приплываем через какое-то время обратно, мы вообще не думали о том, что там мама может волноваться или еще что-то. Мы приплыли, мама в шоке. Вот. Да, ну, наверное, в каком-то ретроспективе, если думать об этой истории, ну, довольно, ну, такая, да, трешовая история с точки зрения родителей. Но оно было весело и запомнилось. Но я думаю, все-таки была блокка побольше, вот типа такой. А что за ведерки? Ведерки? Вот эти? Для окурков? Да. Очень правильная приблуда. Люди так или иначе курят, чтобы весь пляж был не в окурках. Да. Вот так. Ну и сейчас начнется новый этап сегодняшнего дня. Так-то мы пришли по дороге. А сейчас мы думаем просто интересно, мы сможем ли прогуляться насквозь, сквозь пляжи. потому что бастеринские пляжи, они открыты, через них точно можно пройти. А здесь, я не знаю, вот. А маршруты вдоль пляжа это отдельно интересная такая вот, да, вот особенность путешествия, наверное, кому-то. Ну вот тут тем более еще все в отелях застроено. Неинтересно, как рысь получше. Вот сейчас пока проходили, с желтыми шляпками был самый лучший. С желтыми шляпками? Ну да, у тебя вот желтые. А вот синие шляпки, да? Нет, это вот такие козырьки эти вот. Синие козырьки. Блин. А вот коричневые. Ну как будто за ворота не стоишь. Не-не-не. Или да-да-да. Я посмотрю. Так, есть здесь условный забор, но мне кажется, он оттуда сюда, нежели отсюда туда. А как мы знаем, любой забор, если он ниже колена, преодолен. Вот дверь. Я думаю, в большей степени для этих крупно-рогатых друзей сделанных. Ну я думаю, летом закрывают. Ммм, ну не знаю. А смысл какой? У тебя здесь все в пляжах. Ты думаешь... Да, как будто как это, как вход на пляж. Может, платный вход на пляж. А, ой, смотри, да, вход на пляж с едой и спиртными напитками. вот на пляж, видишь, да, платный пляж. Нет, это стоимость лежаков. Если на лежаке хочешь полежать, это понятно. Лежаки везде платные, ладно, это ничего такого. Дерется, есть стоимость почти часа, или... Вообще, я думаю, лежак. Ну час, триста сонки, что это... Да. Ну а за сутки это очень сложно. Ну а так здесь же, ну прикинь, тебе здесь все пляжная зона. Тебе вот, если ты здесь остановился, пойдешь куда-то в соседней им будет жалко, думаю, вряд ли. А, это футбольная площадка. Какие горы. Ну гляньте, ты лежишь на пляже. А, ну единственное, летом снега нет на горах. А по крайней мере, уже в июле, наверное, и в августе. Его не так много, ну он там выпадает, но изредка. А вот так вот, да, выглядит эпично. Тоже такие домики? Я хочу сказать, что мне нравятся. Мне тоже, но они похожи, знаешь, как это старые станции ЖД вагнобл. В таком каком-то стиле, вот это именно каком-то, да? Да. ЖД станции ключ. Мне нравится. А, седушка. Ну да. Что-то находится в полном запустении. Жуть. Причем, жуть, мне кажется, это даже не то, что, это не недавнее. Я думаю, это уже лет 10 так здесь стоит, да? Как будто что-то даже погорело. Что-то, причем, такая конструкция непонятная. Сейчас ходячий. Как склад, да? Это даже не отель, это просто, я даже не могу понять, что это такое могло бы быть. это какие-то просто нагромождения бетонные кирпича. Интересно? Вот. Но зато здесь есть пирс. Матильда, ты че? Скорее смотреть на пирс. Забавно. По пирсу, видимо, гуляют кони. тоже любуются водичкой. Хороший пирс. С заходом. Ой, какая прозрачная вода, там на дне песочек. Пожалуй, сейчас уже солнца нет такого яркого. классно. Классно. Ну, здесь, не знаю, метра три, наверное, четыре. уперлись в хоть красивую, но все же реку. Она как бы вроде ничего, но вот с Матильдой ее не хотелось бы мочить, а переносить это нужно еще подумать. Ладно, сейчас покумекаем. Ну, в общем, через реку мы не пошли. А вот что-то там, плюс еще опавшие листва на камнях. не очень удобно все это разгребать, развиваться. Как-то лень, что ли, не знаю. Ну, в общем, не то, проще. Сейчас выйдем обратно, обогнем и выйдем заново на пляж. Заодно посмотрим, что здесь еще. Интересно, мы так выйдем? Это не та дорога. А мы так не выйдем? Это тоже какая-то дорожка. На релли по пути остатки яблок. Угости Матильду. Матильда очень любит яблочки. Угости Матильду. Умешки вкусные. Ты что, жадина? Я потом дам. А, вон там еще одну я вижу. Недалеко. Ну-ка, иди сюда. Остатки сладкие. О! А, мне кажется, у меня еще лучше. Ухрененные. Ой, смотри, тележка для лошеков. Матильда, это тебе тележка. Хм, поселок. Акильда, на. Пирожок. Малышка, кушай. Брон, странно. Яблоко прям сладкая и сочная, а вот я старая половина, говорит, горькая. Перевисела, но тебе мягковато. У меня очень немягкая. Какая красивая буренка. Какие там малыши. Какой маленький овчаренок. Ну-ну-ну. Матильда вас не тронет. Бегите, малыши. И ты проходи. И ты. Какие здесь настороженные коровы, да? Угу. Ну, конечно, знаешь, что они собак не очень долюбливают. Ну, прям такие. Иди, иди. Какашка. И ты проходи. Ага. Смотри, какой классический дом, да? Да. А хорошо, мы сюда вышли, да? Интересненько. Хотели. Она сейчас кусок яблока будет сто лет есть. Покусывая. О, нормально, запихала. Вот, подкрепилась, да? моремотюх, овечка. Да, вот уже и к мечети вышли. Ну, все, я свободен. Ну, все, я свободен. Что-то увязались. Это к вопросу Зайс рассказывал про Азур спорт резорт, где 74 полный пансион доллара стоит. Вот, в общем, это вон контакты, если что. Редактор ну часть пути мы прошли также обратно вдоль трассы но вот решили свернуть да ладно что-то надоело и шум такой гамм вот не знаю попадем ли мы так заново на пляж или нет но в любом случае пойдем хотя бы по тихой более менее дорожки коняшки а чё это а он и кстати коник их и гонит тогда давай подождем она сейчас прогонит а потом пойдем интересно мы тут так свернули здесь хозяйство какой-то пёс лошадки бродят и верблюд огроменный просто здоровущий и верблюд прикольно верблюда опасны верблюда они они вообще куку бывает ими нужно иметь это буховостро прикольно вообще он не такой здоровый уровень стреножный конечно и побежал нафиг надо ну так себе дорожка оказалось потому что здесь видимо когда-то течет река она стекает так по долине и там вот большим таким пятном типа какой-то болотина застаивается и прикрывает дорогу подход к морю поэтому снова сделали просто такую петлю и выходим на трассу ладно зато верблюда увидели да класс ну что в принципе пока мы на трассу не вышли можно я думаю и заканчивать потихонечку потому что нам здесь осталось три километра до дома что можно сказать не все прошло супер гладко но было очень интересно тебя как за из классно из минусов короткий святого день а из такого что да очень круто прошлись прогулялись был очень на расслабоне в оброре да вот мы как особенно эти ели классно потом вышли на крутые пляжи тоже все вроде был хорошо хорошо до момента речки а после речки мы как втопили то трасса то сейчас эти лужи немного смазался конец в ураке да вот это вот так хотелось еще на озере повтыкать но мы немного потеряли времени на каньон но я очень рад что мы так все очень скоро в конце то зашли да вот так не ну поэтому как бы есть ему мы обязательно пройдемся значит у меня новый план теперь я хочу дойти до конца быстрей а свернуть к пляжу и полностью сделать обзор пляжей от начала быстрее и прям так куда дойдем то есть как будет первый забор я еще отеля повыписан но я об этом еще давно думал я прям хочу дойти до той смотровой по пляжу а как это дал до упора давайте ребятки вам пока и всем спасибо тоже пока до новых встреч